Хочется обсудить такую техническую тему. Тут недавно проходила авиационная выставка в Сингапуре, и там компания Airbus представила технологический демонстратор под названием «Маврика». Это такая модель, крупномасштабная модель самолета, который сделан по схеме... Ну, тут можно дискутировать, это летающее крыло или это интегрированный фюзеляж, но в любом случае хвостового оперения, стабилизатора у него нет. То есть это такой несущий фюзеляж, который плавно перетекает в крыло и имеется, значит, два киля сзади. Что интересно в этой модели? Во-первых, конечно же, поскольку Airbus, как известно, выступает среди гражданского самолетостроения мировым лидером по автоматическим системам управления, по электродистанционному управлению самолетов, и вот вся эта концепция, так сказать, флай-бай-вая, которая была им продвинута именно в гражданском самолетостроении, здесь, конечно же, очень интересно, на мой взгляд, то, как они прилагают вот эти вот свои знания, уже испытывают к системе с новой радиодинамической конфигурацией, у самолета, у которого нет стабилизатора, соответственно, управление у него получается, насколько я понимаю, другое. Ну, я совершенно согласен с тобой, Алексей, что возвращение к идее несущего фюзеляжа является действительно неким очередным витком в технических поисках более эффективного аэродинамической схемы. Надо сказать, что интегральные системы крылов и фюзеляж были чрезвычайно популярны в конструкторской среде на протяжении очень длительного времени. Послевоенный период-то уж точно, но на самом деле и до войны было довольно много энтузиастов, ну, не довольно много, но были энтузиасты летающих крыльев в разных конфигурациях. Ну, вот эта вот концепция интегрального несущего фюзеляжа, плавно сочлененного с крылом, она в теории дает, конечно, очень хорошие показатели аэродинамической эффективности и очень хорошие показатели компоновочной эффективности, потому что у тебя возникают довольно большие объемы, которые можно использовать либо для размещения полезной нагрузки, будь то пассажиры или грузы, при этом у тебя очень большие строительные высоты, что позволяет сделать легкую относительно тонкостенную конструкцию значительной части планера этого летательного аппарата. У тебя большие объемы есть для размещения большого объема топлива, ну, там есть определенные аэродинамические преимущества, связанные с тем, что омываемая поверхность у тебя на самом деле получается оптимальна. Ну, в общем, энтузиастов этой схемы довольно много, и очень приятно, что и в нашей стране вполне серьезные себе конструкторы этой идеей увлекались. Ну, кстати, да, потому что в 1997 году Валентин Тихонович Климов, который в то время был генеральным директором компании «Туполев», он вместе со своими коллегами, они получили патент на самолеты интегральной аэродинамической схемы, которая очень сильно похожа на существующую модель. Конечно, там есть принципиальные отличия, потому что они все-таки оставались в рамках классической схемы с хвостовым оперением, у которого есть не только киль, но и стабилизатор. Но что интересно, я бы добавил, что развитие вот этой схемы и приведение ее к какой-то такой, ну, как бы, более реалистичной на нынешнем технологическом уровне, оно привело к созданию проекта самолетов-брегатов «Экоджет», который, по сути, представляет собой самолет, у него фюзеляж эллиптической формы, но эллипс не вертикальной плоскости, как у самолета А380, а в горизонтальной плоскости. То есть получается возможность сделать внутри три прохода и получить очень вместительный самолет при, так сказать, относительно небольших внешних габаритах. И, кроме того, получается возможность, что тоже фюзеляж за счет такой формы он добавляет несущую подъемную силу, но, тем не менее, он больше похож на современные схемы, когда имеется, ну, вот фюзеляж в виде трубы и отдельное крыло и хвостовое оперение. Поэтому, в общем, эти работы, безусловно, идут, и, наверное, будет интересно посмотреть, какова же получится аэродинамическая схема все-таки у самолетов нового поколения. Но что интересно, и что бы я хотел подчеркнуть, что если раньше всего, может быть, ну, я не знаю, несколько лет назад, 10 лет назад, подобные вещи со стороны таких грандов с мирового самолетостроения, они как-то вообще у них не звучали, то есть они были заняты текущими проектами, и вот какие-то такие вот перспективные модели разработки как-то не появлялись. То вот сейчас мы все чаще видим появление разного рода вот таких новых экспериментальных конструкций, что говорит о том, что, в общем, мировая отрасль активная находится в таком активном поиске конфигураций новых. Хотя там, конечно, нужно решить огромное количество вопросов. То есть первое, что возникает при взгляде на любую схему самолета, сделанного в виде вот летающего крыла, ну, такого классического, допустим, без фюзеляжа, это где тут разместить аварийные выходы, которые обеспечат выход самолета, покидание самолета всеми, так сказать, людьми на борту в течение 90 секунд. И, в общем, я ответа на этот вопрос просто не вижу. То есть это либо надо что-то менять в сертификационных нормах, либо, так сказать, что-то думать дальше по поводу конструкции самолета. Ну, на самом деле, конечно, в конструкторской среде ЗУД сделать новую аэродинамическую схему присутствует всегда. И если ты вспомнишь Соник Крузер, который Боинг смотрел лет 10 назад. Больше 20 уже. А, уже, наверное, 20, да. Это тоже несущий фюзеляж. Но, если серьезно говорить, то единственной фундаментальной проблемой на пути решения реального использования летающих крыльев, это, конечно, система управления. Дело в том, что пока у тебя нет стопроцентно надежной, многократно резервированной и обладающей достаточно обечислительными мощностями системы, которая бы управляла. Дело в том, что все летающие крылья, для того, чтобы получить вот эту аэродинамическую эффективность, за которую все гоняются, они должны быть статически неустойчивыми. То есть в нормальных условиях самолет не должен летать. То есть он должен моментально, так сказать, входить в неуправляемый полет, в штопор там разного типа, и летать не может. Только за счет очень быстрого управления управляющими поверхностями метод статическую неустойчивость можно выбрать. Поэтому, хотя, справедливости ради, надо сказать, что Джек Нортроп измудрился в свое время сделать летающие крылья, которые, в общем, хорошо летали, с помощью электромеханических вычислителей. Если ты помнишь, была такая счетная машинка «Феникс». Практически такие электромеханические вычислители вычисляли как раз сигналы для управляющих поверхностей. И, однако, для того, чтобы эта идея реализовалась, потребовалось 25 лет. И только на Би-2 эту идею удалось реализовать. Рано или поздно это обязательно произойдет. И, конечно, столь любимый всеми стабилизатор, честно говоря, ничего кроме вреда самолету с точки зрения аэродинамики не приносит. Потеря на балансировочное сопротивление и многочисленные отказы, которые хорошо всем известны, связанные со стабилизатором. То есть, если бы от него удалось бы отказаться, конечно, это всегда симпатично. Ну, и ты прекрасно помнишь, что в военной, в первую очередь, в истребительной авиации на протяжении практически всей истории послевоенной авиации шел диспут между сторонниками бесхвосток и сторонниками хвостатых самолетов. Мы хорошо знаем ДОСО, главного, что ли, этого самого идеолога бесхвостых схем, и можно там сколько угодно обсуждать, кто в какой маневре проигрывает. Суть от этого не меняется. Бесхвостка – прекрасная схема. Если ты можешь ее научиться управлять, то тогда она дает массу полезных и хороших качеств. Поэтому, мне кажется, что обращение теперь уже «Аэрбаса» на новом витке развития гражданской авиации к этим схемам, конечно, очень полезно. Трудно себе представить, что раз-два и сейчас появится такой самолет, но все равно нужно аккумулировать объем испытаний, объем расчетов, объем знаний, понимания того, как скомпоновать такой самолет. И рано или поздно это, конечно, произойдет. Особенно, если все-таки будет какое-то движение к созданию новых типов силовых установок.